Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вновь в салоне по изучению Библии и двигаемся по третьей голове книги Иова, но больше по смысловому переводу, потому как общий текст нам известен и, в принципе, в определенной степени понятен, но то, что мы делаем с вами в этих салонах, связано с глубиной. Все сокровища лежат на глубине, и мы те люди, которые готовы за ними опускаться. С одной стороны, это непростая задача выкапывать рудокопный колодец, непростая задача во тьме с какими-то специальными приборами осветительными искать и нащупывать что-то драгоценное. Но, с другой стороны, если другим путем нельзя, то, значит, мы будем делать это. И поэтому, когда мы проникаем в суть уже известных нам текстов, так важно себя не сторонним наблюдателем видеть, а человеком, проходящим подобные состояния. Может быть, в данный момент ты их и не проходишь, но тогда, когда внутри уже отработан алгоритм, когда ты уже с Богом эти моменты проживал, просмотрел, прощупал, то тогда, когда наступают подобные минуты, а ведь вы знаете, что в нашей жизни могут прийти разные ситуации и обстоятельства в самый для нас неожиданный момент. Поэтому Господь не обещал, что у нас будет безмятежная жизнь. Он обещал нас сокрыть в безопасном месте, чтобы мы вместе с Ним проходили трудности, и в любом случае, даже проходя долины смертной тени, открывали в ней источники. Вот это то, что Бог нам обещал, что источники будут открываться, если мы с Ним идем через эту долину. Поэтому, просматривая то, как проходил Иов, у него были пути поиска, непонимание, что происходит, и как он здесь оказался, каким образом ему завершить сейчас этот непростый этап жизни, а даже свою жизнь. Понимая, что он не может уйти из жизни самостоятельно, то он задает Богу эти вопросы, и он себя сравнивает сейчас с теми, кто уже не живет, и видит их более счастливыми, чем он. И поэтому мы с вами в данном тексте находимся, и прочитываю то, что мы уже читали в прошлый раз. «Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы спокойно». То есть он видит, что это для него было бы лучше. «С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли домы свои серебром». Это то, что уже мы прочитывали. И также текст уже смыслового перевода. «Лучше бы я отдыхал от познания этого низкого мира, и мне было бы спокойно. С теми, кто царствовал в этом мире и давал советы, как преуспевать в этой системе и занимал пустынные территории для своего процветания. Или с князьями, господствующими на этой земле, которые обладали драгоценностями этого мира и искали пути спасения от проблем на этой земле». Вот это то, что мы уже разбирали, поэтому здесь я это прошла. Так, сейчас пока покасательный, чтобы двинуться дальше, так как здесь продолжается та же мысль, иначе она не совсем нам будет понятна. И опять читаю теперь из известного нам синодального перевода. 16-17 стихи. «Или как выкидыш сокрытый я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах». Посмотрите, здесь идет речь о мире, который за чертой смерти, за гробом, который нам малоизвестен. Иов сколько-то знал об этом мире, и поэтому его понимание он сейчас в этих словах выражает. И теперь несколько текстов из смыслового перевода. «Или как отвергнутой этой системой я не существовал бы в ней, как те, кто пришел на эту землю, но не был ею принят. Там духи тьмы перестают устрашать, и там отдыхают исчерпавшие свою силу веры». Опять же, говоря о времени после смерти, это разные состояния. Как бы там ни было, мы сегодня можем туда чуть-чуть заглядывать из разных источников Священного Писания. Например, когда Иисус говорит о Лазаре и о богаче, о человеке, который наслаждался в этом мире, всем, чем обладал и чем имел, был скупым по отношению того же бедного Лазаря, который нуждался в помощи, и не оказывал ее, а, может быть, оказывал, но гораздо реже, чем мог. И Христос показывает вот эту картину за пеленой, которая от нас сокрыта. Он приоткрывает и показывает, что, оказывается, можно видеть и тот, и другой мир одновременно, но общаться, перейти одним в другое место не получится. Соответственно, здесь говорит Иов о каком-то месте покоя, и отдыха, либо, по крайней мере, те, которые ушли с этой земли и ушли не совсем даже по своему желанию, что ли. Ну, выкидыш, например, да, это тот, который даже не родился. И посмотрите, как он здесь обозначает, в смысловом переводе, как отвергнутой этой системой. Я не существовал бы в ней. Оказывается, общество – это система, которая принимает или не принимает какого-то человека, которая может отвергнуть кого-то. И поэтому он видит, что в духовном мире есть тоже система, которая не примет туда по каким-то критериям человеком, или может не принять. И давайте вспомним еще одно местописание, когда Христос говорит о брачной одежде. И когда наполнился дом уже возлежащими, приглашенными, вдруг обнаружили человека, находящимся там, но не в брачной одежде. И задается ему вопрос, а ты как сюда попал? Ты не в брачной одежде. И только потому, что он не был в специальной одежде, его оттуда выгнали. Система не позволила там остаться. Система не то, что ради системы, а ради принципов, законы, которые там и есть что-то инородное. Инородное будет исторгаться. Посмотрите, как наш организм устроен. Если что-то туда попало инородное, то от начала Бог положил старт нашему механизму справляться со всем, что попадает туда чужеродное. А значит, отсюда активизируются какие-то другие функции, как солдаты, как лейкоциты, которые начинают схватывать и нейтрализовывать это заболевание. Поэтому тем паче в духовном плане, если наш организм – это некоторая калька того, что есть уже в вечности, то там это все в совершенном виде представлено. И поэтому система может не принять. Система, она не потерпит там сбоя, но она не примет тех, которые не соответствуют по Божьим критериям попадания туда. Поэтому я желаю, друзья, чтобы мы сегодня могли понимать это, молиться об этом и просить у Бога способности быть готовыми войти на территорию уже вечной жизни по всем параметрам соответствовать. И обратите внимание, одежда, о которой мы уже сегодня отчасти поговорили, это не то, что мы зарабатываем, это не то, что мы себе шьем, это не то, что мы где-то можем купить, а это то, что нам дается, как праведность Христа. И в этом смысле, почему тот, кто пришел туда, может быть, со своей праведностью, может быть, какие-то у него были даже достижения у этого человека, но это не была та одежда, которая там признавалась как законная, брачная. И поэтому его оттуда убрали, как и народного. Вот почему, друзья, сегодня, когда мы проходим какие-то трудности, а Иов именно их проходил, и у него были эти вопросы, и ему казалось, вот уйти сейчас в небытие, и там отдохнуть, и там каким-то образом забыться. По-человечески мы его понимаем, но с другой стороны, когда мы оказываемся в трудностях, это суть, это период, это сезон, в котором нам очень важно сделать правильные выводы. И понимание того, что мы сами без Бога пройти это не можем, и нам нужен не просто его совет, не просто его присутствие, а его участие. Участие в каждой ситуации. Как вы думаете, Иов, проходя вот эти события в своей жизни, он переживал Бога рядом, внутри себя или нет? Вот при всех тех словах, которые он произносит, при том отчаянии, которое он сейчас чувствует, при той безысходности, которой кажется, что лучше уйти с земли, чем оставаться вот в этом положении. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, что тогда, когда мы сконцентрированы на боли, когда мы сконцентрированы на проблеме, мы можем не переживать Бога, но это не значит, что его рядом с нами нет. И поэтому Иов, когда он стал произносить уже неправильные слова в адрес Бога, в конечном итоге мы туда придем, или в адрес ситуации, в которой он оказывается, то в его сердце, в этот момент, не было осознания, что Бог так рядом. Были моменты проблеска, были моменты понимания, что вот Он, вот Он, Господь, ведь Он же, я знаю, Искупитель мой жив, и Он восставит тело мое. Это мы прочитаем, но в данный момент, у него в сердце есть пока параллель сравнения, а те, которые сейчас не живут, им лучше, чем мне. И может быть, у тебя такой период и сезон, когда тебе кажется, лучше уйти в небытие. Ведь многие люди начинают двигаться по пути заменителей, как алкоголь, как наркотики, как блуд, как порнография, как любой азарт. То есть то, что увлекает человека и на время, дает как бы анестезию. А на самом деле, это еще глубже погружает безысходность, потому что человек все равно придет в реальный мир, выйдет из этих иллюзорных состояний. И поэтому в данном случае Господь говорит, не ходи таким путем. Это не то время и место, потому что вы знаете, что у Иова, когда мы смотрим с птичьего полета на его жизнь, мы знаем, чем закончится эта книга. Мы знаем, как Иов еще будет жить в благословении и для окружающих людей, и для себя, и для тех, кто еще от него родится. И поэтому, когда мы проходим трудные отрезки, нам надо благословлять свой финиш. Нам важно говорить самим себе и в свою будущность лучшее еще впереди. Я не останусь в одиночестве. Я не останусь теперь при этих обстоятельствах раздавленным. И то, что мы уже с вами прочитали, там духи тьмы перестают устрашать. И там отдыхают исчерпавшие свою силу веры. Вот это перевод смысловой, который говорит, что вера может исчерпаться, если ее не подпитывать. И поэтому, друзья, если вера наша начинает таять, это значит, что закрывается для нас путь деятельности, путь живой веры и живых отношений. Поэтому веру надо всегда иметь на плаву наполненной питанием. И как вы знаете, вера отслышания, а слышание от Божьего Слова. Как можно больше читай, погружайся, произноси слова текста Писания. Читай их и говори, Господи, что это для меня значит? Как мне Слову Твоему дать переселиться внутрь меня? Потому что тогда Твоя и моя вера не исчерпается. Но здесь он пишет и он говорит о том, что есть такие люди, у которых вера исчерпалась. И они сейчас находятся вот в этом промежутке, вот в этой зоне, где они просто как отдыхают. Там уже их никто не устрашает, потому что уже все, их путь завершен. И вы поймите, что устрашение приходит на пути именно тех людей, которые двигаются по правильной дороге, которые идут туда, где им необходимо совершить какое-то большое дело. Но там есть великаны, которые поднимаясь пытаются устрашать. Но тогда, когда вера наша получает подкрепление, когда мы веру питаем Божьим Словом, то нам не страшны эти великаны, мы их обнаруживаем, да, мы с ними встречаемся, да, отчинная ставка будет, да. Все это было у Давида, но он справился. Потому что он говорит, а я не со своим именем иду, я не со своим опытом иду, я даже не с таким оружием, как у тебя иду, а всего лишь с камнем и прощой. Но я иду с именем Господа, Бога моего, которого ты поносил. И поэтому, друзья, я желаю, чтобы мы с вами могли понять, с каким Богом у нас отношения, с каким Богом мы в завете, с каким Богом мы проходим жизненную дорогу. И поэтому я благословляю и себя, и вас не только это познавать, а погружаюсь в его присутствие, давать полноценное питание нашей вере. И тогда, когда питание есть, тогда, когда вера наша постоянно растет, таким образом, мы с вами можем не просто уходить в зону, где тишина, где никого уже нет и ничто не устрашает, а пройти до конца и прийти с великим плодом в Божье присутствие. Я желаю, друзья, чтобы мы с вами сейчас могли этой короткой молитвой благословить и себя, и свою будущность. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас есть такая привилегия сегодня помолиться к тебе и отказаться от зоны, где отдыхают люди, истощенные верой. Пусть наша вера никогда не будет истощена, пусть она всегда будет деятельна, пусть она всегда получает вовремя питание, вовремя тренировку, вовремя развитие. Господь, мы просим заблаговременно, потому что праведник так делает, молится заблаговременно и разлитие многих вот его не достигает. Поэтому во имя Иисуса Христа я сейчас передаю тебе этот день. Я передаю тебе грядущие дни жизни. Я передаю тебе неделю, месяц, год, и пусть для каждого из нас зона безопасности, сокрытие в тебе будет местом восстановления, местом молитвы, местом обитания твоей славы, чтобы на эту славу сходили возможности неба. Благодарю тебя, Господь, за силу Святого Духа во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok